Всю свою жизнь соблюдают брамачарию, то есть целебат, и считают Господа своим мужем. Это их служение. Одна такая дева-даси, недалеко от храма Джаганадхи, место, которое она называла Джаганадхи Ватика, в саду Джаганадхи собирала баклажаны. Там была плантация баклажанов, вообще там много всяких деревьев, растений. И пела мангалагиту. Которую только что мы пели. Когда Джаганадхи услышал эту песню, он не смог сдержаться и побежал туда, в сад. А поскольку баклажаны, у них-то колючки есть, то когда он бежал к ней, все его одежды он разорвал. И у него на теле, на руках было много царапин от этих растений, от баклажанов. Следующее утро, когда Пуджари вошел в храм, и он увидел Джаганадху, он был поражен. Откуда все это? Вчера же я предложил Господу новые одежды. А сегодня все одежды в дырах, все порвано. На руках царапин. Откуда это все? Он был обеспокоен. Он обратился к царю. Царь известен как первый слуга Джаганадхи. Как верный слуга Джаганадхи. Он порастерся перед Джаганадхой и спросил, Господь, что это все значит? Как понять это все? И Джаганадхи сказал, не беспокойтесь, все хорошо. Просто этой ночью, это произошло днем из няйси, то есть это значит не утром было. Просто там был момент отдыха, когда Джаганадх был без присмотра, что-то, потому что недоступен. И он сказал, вот в момент этого отдыха дневного, одна дева Даси, дева Даси собирала в саду Джаганадхи, баклажаны, и пела Мангалагиту Джая Девы Гаслами. Эта песня прославляет Шримати Радику, и я не смог удержаться. Кто ее поет, я не могу стоять, и я бегу в то место, чтобы обнять этого человека. А там росли баклажаны, и из-за колючика порвал все одежды и руки поцарапал. И тогда царь распорядился по всей Арисе, запретили эту песню петь где бы то ни было, кроме как в храме Джаганадхи, чтобы не заставлять Джаганадху бегать. Вот и этот петь. И, я не знаю, что сейчас, есть, трát, это чатар. Тогда Джаганадхи, машина иivers, если этот петь пишут, то он держит этот чатар. Такой Джаганадт подожит этот гарант. И ему нужно, как главный туласи лип, пишет один слог, туласи лип. О, что не цуласи лип? Да, это слог. Тогда Джаганадт пишет мала. Он очень любит этот Бхайджан. Белые липы? Белые липы. И очень маленькие липы. Как часто это происходит, когда этот герланд? Да, герланд. Сколько раз в мире этот герланд? Да, много раз. И этот чадр тоже. Есть особое украшение, которое предлагают Пуджаре, Джаганадхе в связи с этим киртаном. Ему одевают чадр, на котором написана эта песня. И также предлагают гирлянду из листья в тулусе. На каждом листочке листья в тулусе написано один стих этой песни. Поэтому эта песня, этот киртан очень благоприятен. « mañana наши поиски…» «Ново десять или две». Субтитры создавал DimaTorzok 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 рассказать эти шесть вопросов, но и также что было до этого, сступление, то есть кто такой Сутага с вами, почему к нему обратились. Когда наступил век Кали-юга, мудрецы нами жарами были обеспокоены наступлением века Кали-юга и не знали, как им действовать, какой духовной практикой заниматься, что делать в этой Кали-югой. И когда они решили отправиться на планету Брахма, на Брахмалоку, они пришли на Брахмалоку и спросили у Брахмы, «О Господь Брахма, скажи нам, как нам жить в эту Кали-югу, какой духовной практикой заниматься, что нам делать в эту Кали-югу? Пожалуйста, объясни нам эту практику». И Господь сказал, вам нужно сейчас вернуться на землю и в то место, где упадет моя чакра. Он из лба спустил чакру, и эта чакра пошла вниз и упала, и там образовалось озеро. Он спрашивает, какова ситуация в Кали-юге, то есть что она из себя представляет? Почему она называется Кали-юга? Потому что люди становятся злыми, жестокими, ненавистными, потому что у них происходят раздоры, исчезает любовь по отношению друг к другу и по отношению к Господу, исчезают религиозные принципы, религиозные знания. Они не знают, каким образом поклоняться Верховной Личности Бога и как им жить правильно, чтобы достигнуть духовного совершенства и вернуться к Господу. Таковы признаки Кали-юге. Восемьдесят тысяч мудрецов на Мишаране, они медитировали в течение тысячи лет, находясь в том месте, куда упала чакра, они в течение тысячи лет медитировали, приносили в самые различные жертвоприношения для того, чтобы понять, каким образом преодолеть эту Кали-югу. И дошло до того, что там, где они проводили эти яги, там все горело. Но в конце концов, вот этот момент, может быть я неправильно скажу, они призвали Шукадева Госвами, Суту Госвами, и попросили Его, чтобы Он им объяснил, что же дальше делать. Сута означает тот, кто из низшей касты, Сута, но он был в касте наездником, в езду... В Возничий. В Возничий, да, Возничий. Он исходил из касты наездника. Окей, спасибо. Окей. Тогда, где он остался, то кто может говорить? Кто может продолжить рассказывать с того места, на котором основилась Пурномасия? Кто не может говорить? Не знаю. Можете объяснить, почему они выбрали Суту Госвами, ведь он из низшей касты. Да, да. Я спросил, кто может... Я лечу Суту Госвами. Он из низшей касты. Я лечу. 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 Потому что, по милости духовного... Потому что, по милости духовного учителя, он обрел высшие знания, и каста не влияла никакого значения. И можно быть, принадлежать касте браманов, но вести неблагочестивую жизнь, и... То есть, такой человек считается падшим. А можно принадлежать нише касте, но быть слугой Кришны, слугой Гуру Дева, и тем самым обрести высшие знания, что и случилось с Сутой Госвами. И поэтому Шауна Кариши сказал Суте Госвами, обретая... Ты имеешь качество настоящего ученика. И, по милости духовного учителя, Кадха вошла в твое сердце и раскрыла смысл Священных Писаний. Далее просит ответить на шесть вопросов, которые являются сутью Шримад Бхагаватов. И, по-моему, есть шесть вопросов. И, по-моему, он ответил на эти вопросы. Кто-нибудь еще помнит подробности? Как праджешва. Камвер. Сюда. Камвер. 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 Тут и стоя лучше, чтобы все видели. Ну, я думаю, надо сказать стих, которые мудрецы обращали с Сутей Госвами, вот это Шримад Бхагаватов. Да. И произнесите стих? Маникамидея? Нет. Маникамидея. Камвер. Еще такой момент я знаю, что он был сын Рома Аршан. Вот это... А, что за стих-то вы хотели произнести? Ну, Сута ты сведуешь во всех писаниях. А, назначить на соскрытие? На саскрытие. Только перевод, скажите перевод. Перевод так звучит, в Великой Суды Гослами, ты находишься в цепи учителя, ты сведешь во всех писаниях, уран, ты находишься на Барамбаре, нет порогов в тебе. И твоя качество, нет плохой качества в тебе. И ты можешь говорить о том, что ты слышишь. Ты можешь рассказать о том, что ты слышишь? Спасибо, Роджачвара. Он спросил, что ты слышишь? Махарадж говорит, вы не должны подглядывать. Помните, это было условие? Закройешь тетрадки. Поэтому будет говорить, Маниманджари будет говорить, поскольку она не подглядывает. В санскрите одно слово имеет несколько значений. Поэтому, если мы изучаем Шримад Багатам Священное Писание под руководством Вашнава, то мы можем правильно понимать те слова, которые нам доносит Вашнав. Потому что они находятся в состоянии транса. Трансидентного транса. И они могут раскрыть смысл. Да. Таким образом, смысл раскрывается через их повествование. Хорошо. Хорошо, хорошо. Теперь, кто может рассказать вам эту первую вопрос? Что это? Кто может вспомнить первый вопрос, который задал Шауна Кариши? Первую вопрос. Вы понимаете? Да. Вы. Первый вопрос. Как удовлетворить душу? Как удовлетворить душу? Живое существо, оно пытается обрести счастье в этом мире. Горудеф приводил пример, что люди пытаются в материальном достичь счастья. Создать семью, обрести, заработать деньги. Но как бы человек не удовлетворял свои материальные желания, поистине сердце остается пустым. И как? И живое существо задается, как избежать препятствий в этом мире. Второй под вопрос звучит так. Какова дхарма живого существа, высшая дхарма? Какая дхарма для живого? В первом вопросе есть три под вопроса. У меня только два записи. Вы произнесли два, да. А четыре я тоже только два. Нет, подождите. Вы сказали, как выше дхарма, как преодолеть препятствия. А еще, помните, я там завис полностью. Потому что я когда пытался представить то, что Махараджи рассказал, я завис. Богатство. Да, да, да. Ширимэмэвэс. Богатство, что у нас нет удовлетворенности. Каких бы богатств мы не достигали, все равно мы не удовлетворены. Нам хочется больше, больше, больше. Еще какое-то слово такое было? Камай, камай, камай. Камай, камай. Да, да. Вопрос-то какой? Не-не-не, это главный вопрос. А под вопрос как звучит? Это лучше второй вопрос. Нет. Это первый. Это первый. Под вопрос и последний. Последний вопрос. Он спросил. Нет. Первый под вопрос харма. Второй вопрос. Как звучит? Как избежать ребятцы? Первый. Окей. Хорошо. 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 Я не помню. Последний под вопрос был такой. Если что-то в этом мире достигнув этого, человек полностью утворится. Потому что всякий раз, когда мы пытаемся что-то обрести в этом мире, богатство, дома, машины, нам все время мало. Мы хотим, если есть дом один, мы хотим второй. Если есть одна машина, мы хотим второй машина. Если есть миллион, мы хотим десять миллионов. Вот. Поэтому вопрос возник. Есть ли что-то такое на свете, получив которое мы полностью утворимся? Да, да, да. Это под вопрос этого главного вопроса. Как утворить душу? Хорошо? Хорошо? Хорошо. Но это первое место. Теперь вы можете слушать эту ответственность. Итак, пожалуйста, послушайте ответ на первый вопрос. Так, позже. Да. Так, вот. Теперь это ответственность. Сидите здесь. Сидите здесь. Вы можете сидеть там. Вы можете сидеть здесь. Как они сидят там. Потому что если вы ответите, то я его объяснил. Я могу говорить с тобой. Ну, лучше с удовлетвориться. Сидите. О, Харе Кришна! Он говорит, что каждый раз повторяется этот слог. Этот слог очень важный слог. Почему? В первую очередь, ответа на этот слог. Все повторяется этот слог. Попытайтесь запомнить эту слог, потому что она отвечает на первый вопрос. Вы можете найти в слогам Риты. Это первое слово. Это первое слово. Это первое слово. Это очень важное слово. Швил Гурдев говорил, что это очень важное слово, поэтому он просил всех учеников ее запомнить. Да. Да. В этом слоге это объясняет. Са-бай. Бай означает «сиор». Вай означает «точно». Только так. Са-бай означает «сиор». Са-бай означает «сиор». Но и в животных формах, и в птицах, и в растениях, ко всем. Са-бай означает «сиор». Са-бай означает «все живые существа». Дхарма – это религия. Ну, так обычно переводится. Это нужно отдельно объяснять понятие. Ну, как раз – религия. Са-бай пом сам пара дхарма. Пара дхарма означает «высшая религия». Что это за «высшая религия»? Это бхакти. Преданность кому? Преданное служение кому? Адхокшаджи. Адхокшаджи – это имя Верховного Господа, который находится за пределами возможности постижения чувств. Да. Стримоват Бхагава говорит, что когда вы приходите в этот мир материал, вы должны быть пять вопросов. В этом говорится, что когда человек рождается, у него появляется пять видов долга. И очень важно для него освободиться от этих пяти видов долга. Для тех, кто отдыхает дэвид! setup sun — у него был, который былapo Narr sitio, он estaba безубь, онראisse от с overtодьяны, он был названым свет, он был назван FS. spiritualказ, нет ни с нередного земля, он не смог бы даже насминга. Лека бы не было времени, он мог бы заблажаться с неверными с淡ом. Б saus пр wildfire를 принял его тело, и он поехал в небоywом. .. Большое arbeidet вас помогает можно работать со смором, Первый долг, это долг перед Девами, перед Богами. Почему? Потому что они обеспечивают нас солнечным светом, без него ничего не будет видно, без него не будут расти растения. Потом они дают дожди, без дождей ничего не растет, все нуждаются в воде. Они дают воздух, без которого невозможно дышать. И они дают огонь, на котором готовим пищу. Второй, из них, это рисхи. Почему? Это знание, это бедный знание, который из них дает рисхи. И из-за айредоведских медиций, которые дают это? Рисхи дают это. Вы делаете yoga. Кто из них дает рисхи? Прямо есть рисхи. второй долг это долг перед великими мудрецами перед римши почему потому что они дают все виды знаний в которых мы нуждаемся например аюрведа знания о лекарственных растениях то как можно излечить все болезни the riss is the verse then you can in depth to the year all family in all family your brother sister uncle and others when that took but there are some of the ability by and there give so much love affection to their gift as sony сериален со вендельцы дэрлс 3 вид долго долг перед семьей В большом смысле слова, то есть не только мама, папа и те, кто близко, но также имеется в виду и деды, и бабушки, и прабабушки, и прадеды, то есть род, так скажем, предки. Так же семья подразумевает вообще всех людей, потому что они так же помогают. И четвертое это кейн. Если кейн не сметывал, то много людей обстрадут. Если кейн не пиво. Мы не пиво. Мы не пиво. Главное не пиво. Главное не пиво. Они с другими борьбами, убрали, убили, обстрел. Там есть много кейн. И в этом месте они также живет. Еще один вид долга это долг перед правителем, перед царем. Почему? Потому что если бы он не исполнял свои обязанности, не жертвовал собой, в стране, где нет правителя, хаос, беспорядок и нет мира. В такой ситуации очень тяжело жить, там просто выживают. Поэтому есть долг перед правителем. И последний вид долга – долг перед родителями, перед отцом и матерью. И our baith tell you are in depth such a mother, life and life, you cannot repay this in depth. You know, where nine months she carry this home, and when give birth, so much pain, telling if one thousand scarpiers bite to you, one time, what kind of pain, that time she feel such a pain when give birth to this undefiled. Веда говорится, что долг перед матерью невозможно платить даже несколькими жизнями. Почему? Потому что 9 месяцев она вынашивает ребенка, а когда рожает, испытывает боль такую, как будто тысячу скорпионов жалят. Например, здесь есть Анангамахинь, и она знает на собственной жизни, как это поддерживать даже одного ребенка. Ребенок может устроить так, что спать ночью не получится и днем не даст поспать. Каждая мать знает, что значит вырастить ребенка. Да, и вы в дептах в так много местах, в 5-6 местах вы в дептах. Но если кто-то хочет, что хочет, что хочет много, много, много жизней, как вырастить в дептах только мать, то вы не можете быть в дептах. Итак, у нас есть долг, у нас есть 5 или даже 6 видов долга. Но как же можно вернуть эти долги даже если матери невозможно вернуть долг за несколько жизней служения? Да. 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 что индивидуум риси, деми-год, это семья. Поэтому, если Кришна говорит Шримад Бхагавад, что если кто-то полностью взялся к Кришна, полностью сарва-дарман, парите, мам, эгам, сараном, проживание, если кто-то полностью взялся к Кришна, то он был приемлем. Почему все взялся к Кришна? Кришна говорит в Бхагаваддите Арджуне, что тот, кто полностью предается мне, может оставить все виды долга, потому что тот, кто полностью предался, больше никому не должен. Какие-то Брахмачари, Вимал-Браса, Диспроху, Вы Брахмачари. Вы не делали службу от папы и мамы, и этой семьи. Вы не делали все, что пришло в духовное жизнь. Как можно приемлемо этого взаимодействия? Так что Бхагавад сказал, Бхагаваджи? Да, Кришна говорит. А, Кришна. Однажды Кришна обратился к 36 крорам Браманов. 36 крор – это означает 360 миллионов Браманов. Он сказал, что если кто-то полностью предался мне и посвятил мне служению, себя служению мне, вы должны выполнить за него все его долги. То есть вы должны выполнять все необходимые благочестивые действия, которые он в обычной своей жизни должен был сделать. Это обещает Кришна. Вот в 18.66 Бхагавад-гита. Я говорил. Это означает. А, означает. В конце Бхагаваддиты, в 18 главе, 66 стих, Кришна говорит, Орджуна, оставь все виды мирских дарм, религий, или по-другому долгов, тех самых 5 или 6, которых говорил Махарадж, объяснял. Не бойся. Не будет последствий. Это не будет значительно, как грех. В обычном случае оставить эти виды долга, не выплатить, то есть не отдать свой долг – грех, и человек будет расплачиваться за это. Но Кришна говорит, Орджуне, оставь все виды религий, и просто предайся мне. Не бойся последствий, то я защищу тебя. Просто иди приди ко мне. Да. Он говорит, что все дармы, 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 которые могут делать любовь, аффекцию, и делать бхазию к Кришне. Да? Поэтому, почему они делают дармы? Потому что там так много демигады и демигады. Почему они не хотят? Почему они не хотят? Возвращаться к другому демигаду и демигаду? Почему только один патор, в возрасте к Кришна? И дармы, которые кришна, по-настоящему, Жива-гута, санатана. Жива – это мой парт и персонал. Жива – это мой служитель. Может возникнуть вопрос, почему именно служить Кришне? Вот стих, тот, который отвечает на первый вопрос мудреца Шаунаки, «савай пумсам паро дармо, ядхо бактир адхокшаджи», что высшей дармой является служение адхокшаджи, Верховного Госслужащей Кришны. Почему не богиням, богам с маленькой буквы, которых очень много? Потому что природа дживы, как говорится в этом читании Чаритамрити, «дживера сварупа ой ниття Кришна дас». Вечная природа дживы – ниття сварупа, слуга Кришны. Также в Бхагавадите Кришна говорит, «дживы являются моими частицами, мои вечные слуги». Вот этот стих из Бхагавадит, «джива бхута, санатана». So this is the jiva's, you know, topmost dharma is the, he can do our worship to Krishna, doing seva to Krishna. Now, second line is telling how he can get this happiness life. Then telling, ahai tu ki aprati hata jaya atma sam prasiddhati. Then atma completely becomes satisfied. Happiness life, when he doing bhakti to learn. Now coming question, you are also doing bhakti to learn. Now, why you still cannot attain this peaceful life? But there came two examples they are gave. Necessate this bhakti, ahai tu ki and aprati hata. When this bhakti becomes ahai tu ki aprati hata, then atma completely satisfies. The second line is saying, how life can be happiness in this world. That is, yatma sam prasiddhati. That is, how to be a complete creation. Because someone can say, but we are already serving God. Why do we not experience such a complete creation? But in this shlokhi, it says that the service of God must answer two requirements. Ahai tu ki means that it is not pleasant and apatita is not-almost. Yes. So, I am telling the essence of bhakti is that ahai tu ki means that it is without desire. Without desire. Or India, you know, when somebody goes to temple, they are taking some garland, they are taking some fruit in our temple. When you go to that temple, when you go and maybe one, ten rupees, one mala, garland, maybe one hundred, some fruit. Maybe something they take to temple and they gave to temple. And telling you, oh Lord, so I am offering this garland, this fruit. Maybe they are only ten rupees, some fruit and flower. But maybe ten million, some, you know, they are writing somewhere. Desire. Ten million. Ten million. So, God, I am giving to you, oh, I have no good job. Oh, Lord can give good job. I have no good home, house. You can give good, I have no children. Then you can give one children. Oh, I am suffering this life. Can you give some money to me? You know, so many desires, only these ten rupees, but it's ten million, maybe there are some desires there. Als." Sir." Ахайтуки 2018 Это слово состоит из двух частей. Ахету. Хету означает причина. Ахактер отрицание. То есть, в служении Господу не должно быть причины, материальные причины, материального мотива. Обычно, у нас в Индии как, люди приходят в храм, они при входе в храм покупают гирлянды, благовония и лампады, чтобы предложить в храме Господу. И они-то предлагают Господу, причем они затрачивают 10, 15, 20 рупий. Но желание, которое они высказывают Господу, на 10 миллионов. То есть за их поклонением Господу стоит желание, их собственное желание, их собственное счастье. Это обычное желание у Господь. Я хочу богатый дом, я хочу хорошую жену, я хочу хороших сыновей и так далее. А чтобы были хорошие сыновья, их же надо воспитать, отдать в школу, хорошую школу, значит, нам все нужны деньги. То есть это своего рода бизнес, в этом нет никакого бхакти, предного служения. Такой человек предлагает Господу что-то простое на 10-15 рупий, а потом просит Господа стать своим слугой, чтобы он ему построил дом, чтобы дал ему детей и все прочее. Да, поэтому Вы говорите, что это, что это, что это, что Чайтана Махаппуру говорит, на дханам, на жанам, на сундари, кавитава, жадисакамы, мамамханмани, жанманисваре, бхаватадхахти, ахитхидвай. Поэтому Махаппуру говорит этот слог. Бибалу Прасаду, вы можете сказать, что это слог? Бибалу Прасаду, вы можете сказать, что это слог? Пожалуйста, объясни. Сначала перевод. В этой слоге Чайтане Махаппуру говорит, О мой Господь, мне не нужны никакие последователи в лице жены, детей или каких-то приверженцев. Мне не нужно никакое богатство, я хочу лишь жизнь за жизнью, бескорыстно иметь возможность служить Тебе, всем своим сердцем. И может возникнуть вопрос, но мы миряне, мы живем в миру, и для нас, естественно, желать подобным, желать хорошей жены, хорошего мужа, детей, дом для семьи. То есть, естественно, что если есть такие желания, то хочешь не хочешь, человек молится изнутри в сердце, осознанно и осознанно просит его об этом. Он всегда был в обществе. Я не хочу ничего. Ты не хочешь ничего. Ты мой папа и Матерь. Ты дала вебиум и ты дала вебиум и ты превыкла у меня. Мой дуги заострился в Себа. Я всегда дала Себа. Но другой брат, он сказал, о, мать, я могу сделать Себа, если вы все правы, как я дала мне, то я не хочу делать Себа. И что он дала? очень понятный пример чтобы понять психологию Бога как он действует представьте себе у отца с матерью есть два сына один сын обращаясь к родителям говорит о отец мать вы мне дали рождение вы меня воспитали вскормили и поэтому позвольте мне служить вам я ничего взамен не хочу просто хочу отдать вам свой долг хочу служить вам а второй сын он обращается к родителям говорит сначала вы должны переписать все свое имущество на меня тогда я начну служить вам как вы думаете кому отец с матерью дадут имущество то есть кому они дадут свои богатства но это вопрос то есть к вам какому как ради кому родители из этих двух сыновей родители дадут свое передадут свои богатства это махарадши это лиц склее that's a son that's a son who is not selfish not selfish not selfish no desire for himself yes like this when when you are to serve to lord you know let him know what he gave to want him what he gave to us you know no need to ask to him you know only without duplicity only to serve to lord then you get everything you can give to us you cannot imagine how he gave to us вот точно так же и господь он является нашим отцом и нашей матерью одновременно и он знает все наши нужды нет необходимости ему говорить о наших нуждах все что требуется это просто служить ему а он исполнится своей стороны свои обязанности родители и исполнить все наши желания больше чем мы ожидаем я со пола хри кришна хри кришна хри кришна хри кришна хри кришна хри кри кришна хри кри 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 ресторане две рожан Некрад и рожан он сегодня реагирует опрати-хата архи-хата hри-хата он oublен пахтиlements но не знаю не жезу мы что скажем Я пуюсь, как я не буду, и ещё я не буду делать всё. Как ты не будешь прогариваться с бхати, не вы получаете горячия от курдера, когда ты читаешь, а потом ты хранишь, где-то хранишь, и хранишь, но ты не хранишь это мало. Ты не хранишь это? Ну, нет. Чейтанамамхаправдануна говорит, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mahaprabhu telling, I gave this holy name to you, but this holy name, Iyajapa Giyasave Kariyanirbandha, meaning keep some peaks round and can chant this holy name. Bhakti Manu Thakur telling, this is the, what is the nirbandha, sometimes telling, minimum one lakh you can chant this holy name, if not one lakh you can chant this holy name, necessary your bhakti, necessary continue your bhakti. Второе слово, очень важное во второй строке, Savai Pum Samparo Dharmo, это apratihata. Что значит apratihata? Это означает, что предное служение Господу должно быть непрерывным. Не так, что вот сегодня у меня есть настроение, я беру четкие, повторяю святое имя, а в следующий день что-то мне лень, настроение-то я их повесил на крючочек, пускай висят. Не так. Швидштани Махаправу давая наставление своим bhaktam, он говорил, что очень важно ежедневно повторять, Ари Кришна Махамантру нирбанда, означает обитованное количество раз, то, что обещано. Швид Бхактан с вами Прабхупада, когда приехал в Америку, он просил своих учеников ежедневно повторять один лак святого имени, то есть 64 круга на четках. Но услышав о том, что они не способны на это, слишком они заняты, он сказал, хорошо, минимум 16, но ежедневно. Прабхупада. Один лак, голодный кейн, если кто-то в доме, то я могу взять прасад. Тогда все девоты становятся так, как праву. Вы говорите, что в доме, даже в доме, не 100 кейн. 100, не так, голодный кейн. То есть, вы не возьмете прасад в доме. Маха-продукт говорит, что в доме лак-пати, который каждый день ченит один лак-харинам. Это лак-пати, тогда все маха-продукты, которые пытаются. Пока я пытаюсь ченить один лак-харинам. Однажды в Джиганатхапуре, когда Маха-продукты стали приглашать часто в разные дома, чтобы накормить его прасадом, он сказал, «У меня есть условия. Тот, кто меня приглашает и хочет накормить прасадом, он должен быть лак-хар-пати». Когда предантов слышали, они сказали, «О, Господь, лак-хар-пати означает тот, у кого есть 100 тысяч». В те времена даже одна рупия была большим богатством, она соответствовала золотой монете. А лак-хар-пати означает 100 тысяч таких монет? Да у нас в доме, если 100 монет, то уже богатство. Где же здесь 100 тысяч монет? Они были очень расстроены, тогда Господь объяснил, что Он имеет в виду. Он сказал, «Нет, для меня лак-хар-пати означает тот, кто обладает 100 тысячами святых имен». То есть, кто ежедневно повторяет 100 тысяч святых имен. Харсвабхи. Харсвабхи. То есть, как преданные повторяют святые имена четко? Они же не отталкивают бусину от себя, а на себя тянут. То есть, когда вы отдаете деньги – это одно движение, когда принимаете деньги – другое движение. Но вы повторяете святые имена и тянете четко на себя. То есть, повторение святого имена – это обретение. Ахарсвабхи. То есть, как вы, что, когда вы приходите на Беларуси, если вы приходите в Индии. Когда вы приходите в Индии, дальше, то, что вы думаете, в чем ты. то, что вы думаете, что тебя тут есть – это 저는 верфи, Тогда вы путешествуете очень хорошо. Если вы хотите идти в Индии, как в Картикман, то вы можете узнать, сколько вы получаете рубль. Люди смотрят, сколько? Да, если кто-то хочет, то... А, чтобы кто-то посмотреть, сколько вы получаете? Много. Сколько вы получаете. Если рубль, то есть, сколько вы получаете. Вы получаете рубль. Если я у вас на улице, то как вы будете с ним в therapies, где вы получаете рубль, то сколько вы будете работать. Если вы не имеете full, но вы просто выходите в карам. Ваши рубль. То есть очень хорошо тренировки. Но если вы не будете работать в Индии, то есть вы перезагружаете в рубль. Then how you are journeying is a very painful journeying. Why? Where you are staying, what you are eating. So one Bhaisra enabhava is telling, only one month you want journeying your journeying, one month you only go there. First you can look how much ruble you have. But one day doing such a journeying, so this journeying is your last journeying. Meaning this material wall, you can lift this material wall. Last you want to die, you know, this is our last journeying. Он оставил этот мир. В то же время, если у вас много денег, то есть это даринам, даринам, бхагават, не кришна, то есть это очень красиво. Почему? Вы знаете, что всю жизнь вы чуете эту святую ночь. Это один Вайшнав. Это пример. Да, это пример. Один Вайшнав говорит если вы собираетесь куда-то в путешествие, то вначале обычно смотрите, как много денег у вас имеется. То есть позволяет ли ваше накопление совершить счастливое путешествие. То есть если у вас деньги на гостиницу, на питание и на все прочее. Потому что если вы приедете, и вдруг обнаружится, что денег нет, ваше пребывание в другой стране превратится в ад и беспокойство. Почему? Потому что, а где остановиться? Кто вас пустит? Кто накормит? И так далее. Сплошные беспокойства. Придется терпеть жуткие аскезы. Поэтому человек вначале думает, а есть ли у меня деньги? Если деньги есть, то не проблема. Я там все куплю. Даже если мне чего-то не хватает, я там куплю. Этот Вайшнав говорит, точно так же однажды вам придется совершить свое последнее путешествие. То путешествие, с которым вы уйдете из этого мира в мир Бога. Если у вас достаточно накоплений, то есть вы достаточно повторяли святое имя, хренам, вы будете себя чувствовать очень уверенно. А если нет, как? Да. То есть, как вам все истинят. Когда вы слушаете, то вы умеете, то вы всегда становитесь упорядочен. Вы знаете, почему упорядочен? То есть, когда вы становитесь упорядочен, то вы знаете, что я не имею денег. то есть о каком последнем 6 лет речь то есть о моменте смерти если в момент смерти ничего нет за душой помните рам нам кстати попал нам с этой песню поэт в инди когда человек умирает умер если потерял святое имя при жизни то у него есть богатство которым оплачет оплатить путешествия лучшее место а если нет одни сплошные беспокойства если он не повторял святое имена где-то everybody chanting this holy name поэтому все должны повторять святое имя окей со на было хайри кришна хайри а Субтитры создавал DimaTorzok 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 В эту кальюгу нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути для достижения совершенства, кроме повторения Святого Имени, повторения Святого Имени, повторения Святого Имени. Что же это значит? Ну, например, в Библии говорят, как есть вот самая главная молитва, да, Отче нас, да, святится имя Твое, да пребудет Царство Твое на земле и на суше, и везде, 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 везде. Вот. И во всех других религиях очень много внимания уделяется тому, что необходимо действительно повторять Святые Имена Господа. Почему? Есть такой простой пример, например, вот как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Вас, да. Что? Да, вас. Игорь. Игорь, скажите, пожалуйста, вот вы, допустим, идете куда-то по улице, да, или по пляжу гуляете просто, ни о чем не думаете, тут слышите, что тот говорит, Игорь, Игорь, что вы делаете? Обернетесь, да? Скажите, а вас как зовут? Светлана. А если кто-то будет кричать, Светлана, Светлана, а вы вдруг стоите на остановке и ждете автобус, что вы делаете? Обернетесь, да? Вот. Смотрите, как даже наше имя, по сути не наше, а имя того тела, которое появилось из лона матери, и ему дали имя, да, родители же не знали, что вот придет такая девочка Светлана, например, или такой мальчик Игорь с теми же самыми качествами, которыми вы обладаете, да? Вот. Они не знали об этом. Просто им сказали, что у вас будет мальчик или у вас будет девочка, да, и родился ребенок, и они думали, как же назвать этого ребенка, дали ему имя, и теперь вы живете с этим именем, обладаете определенными качествами, и это имя для вас самый сладостный звук. Понимаете? В чем суть? Откуда идет это? Откуда исходит? Даже животные, когда мы зовем кого-то по имени, какое-то животное, кошку или собаку, они тут же откликаются. Имя – очень-очень могущественный звук для каждого живого существа. А все живые существа происходят от Бога. И у Бога бесконечное количество качеств, и у Него бесчисленное количество имен. И, конечно же, Он, как любая личность, Он также очень сильно реагирует, когда мы повторяем Его святое имя. И если мы называем, вызываем Господу по имени, то Господь непременно приходит в нашу жизнь. И другой момент. Каждое имя, оно обладает определенными качествами, и эти качества, они непосредственно влияют на личность, к которой мы обращаемся. И у Господа также есть много различных имен. Например, у Него есть второстепенные имена, есть главные имена, которые несут главные, очень глубокие аспекты Бога. Так же, как, например, у Вас, Игорь, есть имя, есть отчество, есть фамилия. И в соответствии с тем именем, к которому мы обращаемся к Вам, например, по имени общества, мы с Вами формируем определенные, очень поверхностные или деловые отношения, которые не такие глубокие, как дружеские отношения. Или если кто-то обращается к Вам просто по фамилии, тогда отношения совсем-совсем фамильярны. Понимаете? И когда мы обращаемся к Господу, взывая тем или иным именем, мы также развиваем с Ним определенные взаимоотношения. И чем сокровение имя, к которому мы обращаемся к Господу, тем ближе и сокровение отношения, которые мы с Ним развиваем. И так же, как мы можем сказать, солнце, и мы сразу же поймем, что солнце – это источник света, источник энергии, источник тепла, источник жизни для всех живых существ. Мы также можем сказать тепло, но мы не будем иметь все качества солнца. Или мы можем сказать свет, и мы также не будем понимать и воспринимать все качества солнца. Таким же образом, если мы будем называть Кришну просто словом «Бог», на английском слово «Бог» значит «тот, кто все создает, тот, кто все поддерживает, тот, кто все разрушает», это как аббревиатура. Мы будем относиться к Богу с определенными качествами. Но если мы будем называть Его Кришной и звать Его по этому сокровенному имени, тогда мы будем звать того, кто является Всевышним, кто является Верховным, и кто привлекает все живые существа. И так как говорил читание Махаправу, что единственный способ достижения всех совершенств – это воспевание Святого имени именно этой Хари Кришна Махамантры, вы сможете проверить на своем собственном опыте, что ваша жизнь начнет кардинальным образом меняться. Не верьте мне, проверьте на своем собственном опыте. Начните воспевать Святые имена хотя бы по 5 минут в день и увидите, что уже через неделю, что там через неделю, на следующий день ваша жизнь изменится кардинальным образом. Поэтому давайте все вместе сейчас попробуем повторить Махамантру. Харе Кришна, 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 Харе Кри Продолжение следует... 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 И в Кали-югу, в Читани Махапрабу, он пришел вместе, хотя он не предстает как Кришна, но он приходит вместе со всеми своими спутниками, со своим оружием, со своими спутниками и со всей своей обителью. И он провозглашает йога-харму, это воспевание святого имени Махамантру, Харея Кришна, Харея Кришна, Харея Кришна, Харея Рам, Харея Рам, Харея Рам, Харея Рам. Просто воспевая это святое имя, просто повторяя, получив его вне ученической преемственности, и совершая это йога-харму так, как описал Читани Махапрабу, который сам Кришна, но находится в настроении Шимати Радхики и который проявляет лилу аудари, то есть милости. Кришна, он являл лилу Мадхури, а Читани Махапрабу он свадости, а Читани Махапрабу проявляет лилу аудари, милости. И поскольку у живых существ в Кали-югу очень малый заслуг, он их вздорный, ленивый, неудачливый и постоянно пребывает различного рода беспокойства, поэтому Читани Махапрабу дал наиболее действенный, наиболее сильный метод это воспевание святого имени. Поэтому нам необходимо абсолютно воспользоваться этим методом и воспевать святое имя, и превоскрашать это так, как это дал нам Читани Махапрабу, что это единственный метод для избавления от всех проблем в Кали-юге и для достижения высшего совершенства человеческой жизни. Махапрабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабаб Он о славе Санкиртани. В этом стихе на санскрите говорится следующее. Я держу победу над смертью. Я держу победу над Ямараджем. Я с радостью одержу победу над его слугами. Я держу победу над всеми этими тремя. Почему? Потому что Там, где в Санкиртани звучат караталы, к тому месту эти трое никогда не приблизятся. Санкиртани, можно поговорить о чем-то? О колледжи и бхай. Срикшаштака, первый слога. Да. Да. Срикшаштака, первый слога. Гимал сказал о том, что такое святое имя. Калачан Прабу рассказал о том, что святое имя, оно именно является религией в наше время, воспевания святого имени. А я хотел сказать еще быстро, расскажу о том, что оно делается, святое имя. Господь Чайтаня, он ничего после себя не оставил, кроме восьми стихов. То есть он ничего не написал сам. Только его ученики написали много-много-много трудов. А сам Господь Чайтаня только произнес всего лишь восемь стихов. Они называются Шикша Аштака. То есть Аштака восемь шикш, оставление. И самый первый стих Шикша Аштаки, он говорит о том, что делает с нами святое имя, Харе Кишна Махамад. Когда вы ее повторяете. Первый эффект это Четта Дарпана Марчана. Чита, Чета, это такое маленькое-маленькое стеклышко, типа маленького зеркала в нашем сердце. Сейчас оно очень-очень грязное, и вы в него смотрите, ничего там не видите. Поэтому мы все очень сильно страдаем, потому что мы что-то ищем, 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 ищем. Но не знаем, кто мы, поэтому мы не знаем, что мы хотим. Чтобы узнать, кто мы, мы должны посмотреть в это зеркало, оно только должно быть чистым. Мы посмотрим в него, и сразу станет понятно, а, я вот такой-то, такой-то и такой-то. И тогда мы сразу поймем, что нам делать. И когда вы повторяете святое имя, то эта Чита, она начинает парджин, начинает чиститься, чиститься. И чем больше вы повторяете святого имени каждый день, тем все больше и больше она чистится. И когда вы начинаете уже постепенно видеть, кто вы такие в этом зеркале, оно начинает проясняться, то наступает второй эффект. Бхава Маха Давагни Нирвапана. То есть Маха Давагни, гигантский пожар, материальных страданий, которые вы постоянно испытываете каждый день, а если не каждый день, то хотя бы раз в год, а если не раз в год, то хотя бы когда рождаетесь, стареете и умираете, по-любому испытываете. То эти страдания, они сравниваются с Маха Давагни, гигантским пожаром. Он начинает нирвапан, начинает потихоньку, потихоньку, газ. Поэтому чем больше вы повторяете святого имени, тем лучше вы начинаете видеть, кто вы. От этого вы начинаете испытывать все меньше и меньше страданий в материальном мире. И наступает третий эффект. Шрияв Кайрава Чандрикавитара. Святое имя начинает приносить вам успокоение. Вы начинаете успокаиваться, потому что вы начинаете понимать, кто я, вы перестаете страдать, ваш ум перестает страдать, из-за того, что вы постоянно в суете, вы не можете понять, кто вы и что для вас благо. И вот третий эффект. Вы начинаете успокаиваться. И святое имя подобно лунному свету, как после жаркого дня в Индии, это классический пример. После жаркого дня люди отдыхают, сходит полная луна, дарует свой прохладный свет, и люди чувствуют эту прохладу, и хорошо они наслаждаются. И вот святое имя дает этот третий эффект, Шриях Кайрава Чандри Кавитарана. То есть лунный свет святого имени, из-за этого распускается лотос вашего сердца, и вы чувствуете блаженство. После этого наступает четвертый эффект, Анандам Будги Вархана. То есть ваш Будги, ваш мозг начинает испытывать Ананду, ваш разум, Ананду, блаженство постоянно. И это логично, потому что вы теперь знаете, кто вы, вы перестали страдать, вы начали испытывать блаженство. И тут вы начинаете понимать, что святое имя, то есть ваш разум начинает понимать, что да, это действительно блаженство, я испытываю блаженство, счастье. И Ананда Будги Вархана, и после этого наступает пятый эффект. Против Падам Пурнамрита Свадхана, или Видя Вадху Дживанам. Видя Вадху Дживанам. Видя Вадху Дживанам. Да, то есть после этого, после того, как ваш Будги, разум, обретает Ананду, блаженство, наступает Видя Вадху Дживанам. То есть Дживан, Дживан, обретает все знания вообще, полное знание, которое написано в Ведах и так далее, и тому Панампе, потом. И оно начинает в Пурнамрита Свадхана полностью купаться в святом имени, вообще полностью. И оно больше ничего не интересует. И Сарватва Снапанам Парам. А, нет, Сарватва Снапанам. Оно каждый день начинает обываться, как в душе этим святым именем. И 24 часа в сутки непрерывно, непрерывно человек только хочет, чтобы повторять, повторять, повторять святое имя большим человеком хочет. И получается, что его тело и душа постоянно омываются, потому что Снапана это омовение, да, Сарватва, постоянное, постоянное омовение святым именем. И Господь Чайтанья в конце этого стиха говорит, Парамви Джайте, Шри Кришна Санкиртана. Поэтому высшая слава да победит Шри Кришна Санкиртан, совместное воспевание святых имен Господа. Харе Кришна, Харе Кришна, Хришна, Харе, 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 Ра, 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 Ра. Спасибо. Кто это говорит? Чайтана Махаправу говорит это. Кто это Чайтана Махаправу? Он – Супремий Парсонал, Господь. Он говорит в хадисе «Глория» его имя. Он говорит это. Кто произнес все эти наставления? Кто автор этих слов? Эти слова произнес Шри Чайтана Махаправу. Но кто такой Шри Чайтана Махаправу? Это и есть Верховный Господь. Он, с одной стороны, говорит о славе святого имени. Но чьи это имена? Его имена. Он говорит, что тот, кто будет повторять все эти имена, обретет эти восемь результатов. Он говорит, что это говорит, что… Он говорит, что они говорят «Нам, чинтамани, Кришна, чайтан, раса, биграха, пурна, судна, нитта, мукта, абхирна, тват, нам, нам, нам». В Падмапуране есть вот эта шлока, Святое Имя подобно драгоценному камню, исполняющему все желания. Представьте такую ситуацию, человек отправляется в лес прогуляться, отдохнуть от суеты. Вот они идут по лесу и смотрят, гора 10-рублевых монет лежит. Он говорит, вот это мне повезло, вот это я прогулялся. И он набивает карманы, там может у него рюкзакчок есть с этими монетами. Ну что, своя тяжесть не тянет. И пошел дальше. Идет, смотрит, во, 100-рублевые купюры лежат. Он вываливает эти 10-рублевые монеты, потому что они тяжелые. 100-рублевые купюры легче и больше. Он набивает ими, то есть это хороший обмен, набивает ими свой рюкзак, свои карманы. Идет дальше, смотрит, 100-долларовые купюры. Он говорит, это еще лучше обмен. Он вываливает все 100-рублевые купюры, забивает все 100-долларами купюрами. Идет дальше, 500-евровые купюры. Тогда он вываливает 100-долларовые купюры, забивает все, так сказать, еще более ценными бумагами. Идет дальше, весь переполненный счастьем, удовлетворением. Ну, думает, повезло. Смотрит, золото лежит. Он думает, ну, евро неизвестно, Евросоюз может развалиться. Кто его знает? И нет больше этой валюты. А золото, ну, всегда золото. Вываливает бумагу, забивает все золотом. Идет дальше, смотрит. Философский камень лежит. Думаю, зачем я так надрываюсь? Философский камень мне в любое время даст сколько хочешь золота. Только железо притаскивай к нему. Вываливает золото. В конце концов, золото хранить опасно. А философский камень уже не золото. Но в любой момент даст золото. Он берет философский камень, налегке, довольный идет. Потом смотрит. Что-то блестит ярко так. А это, оказывается, Сьямантака. Сьямантака. Знаете, такой камень есть, драгоценный. В «Десятой песне Шимат Багу» там рассказывает свою историю, как однажды царь Сатраджид, поклоняясь Богу Солнца, за верность Бог Солнцу ему подарил камень Сьямантаку. У него есть еще другое название. Шамантака. Конец миру. Мирной жизни. Этот камень Сьямантака, где бы он ни находился, он каждый день дает 80 примерно килограмм золота. И плюс еще обеспечивает отсутствие стихийных бедствий, преждевременной смерти. Человек подумал, зачем мне философский камень? Железо таскать, понимаете, металлолом собирать, трудиться. А он у тебя лежит на полочке в хорошем месте. И каждый день 80 килограмм золота. Плюс еще никаких бедствий, нет преждевременного смерти, нет болезней. Здорово. Идет дальше. Смотрит. Чинтамани лежит. Чинтамани иногда переводят как философский камень, но это не точно. Почему философский камень, к нему надо железо тащить или еще что-то. Чинтамани происходит от слова «чинта». Чинта означает сознание. Это драгоценный камень, который входит в контакт с сознанием человека. И поэтому знает все желания человека. Даже мельчайшие движения души, что называется, то есть мельчайшие пожелания. Он исполняет эти желания. Это зачем нужен всем антака или философский камень? Ну что, золото-то есть не будешь. Реально то, что нам нужно? Не золото. Реально нам нужно одежда. Из хлопка или еще что-то там, из шелка. Нам нужна пища. Нам нужна чистая вода. Понимаете? Мощь нужна. И чинтамани все эти желания исполняют. Поэтому подумал, зачем мне ввозить с золотом? Так сказать, я начну на рынок выкидывать это золото. Начнут за мной охотиться, опасности всякие. Нет. Лучше вот чинтамани. Я буду тихо, мирно, спокойно, счастливо жить. Но в этой шелоке, в этой шелоке из Падмапурана говорится нама чинтамани Кришна. Парадж, вы можете говорить о истории с Ахмагасами и Браманом? Нет. Что такое святое имя, как чинтамани? Однажды жил Браман. У него была дочь, которую он должен был выдать замуж. Но не был предан, он был бедным. Поэтому он поклонялся Господу Шиве с целью обрести богатство. Потому что это Господь Шива Ашутош. Пожалуйста, Махарадж говорит, запомните эти истории, чтобы вы могли проповедовать. Они очень простые и понятные. Итак, Браман поклонялся Шиве, чтобы обрести богатство. Он хотел получить богатство, чтобы выдать дочь замуж, при данной нужной. И улутворил Господа Шиву, потому что он Ашутош. Тот, кого очень легко утворить. И Господь Шива сказал, о Браман, иди во врач, там есть мой друг, Санатна Гасами. Он тебе даст богатство. И Браман отправился во врач. Когда он пришел в врач, он начал у людей спрашивать, где Санатна Гасами. И ему сказали, о, Санатна Гасами, это Боро Баба. То есть, среди всех святых, он здесь самый главный, самый старший. Он вот там вот, а дитя Тила, хоум, вот он там, его баджан кутир. И вскоре Браман нашел Санатна Гасами и обратился к нему. Пожалуйста, он святой человек. Сам Господь Шива сказал мне, что ты мне дашь богатство. Санатна Гасами на него посмотрел, потом посмотрел на Сухишину. Говорит, посмотри, как я живу. Где ты видишь здесь богатство? Я живу очень просто. Помните, как Санатна Гасами кормил Маданагапала? Да. Он брал муку, которая собирала двери к двери под чуть-чуть. Потом добавлял воды, катал шарики и бросал их в угли. Это называется бати. И кормил их Маданагапала. Даже Маданагапала сказал, Санатана, может быть, ты хоть посолил бы, что ли? Санатна Гасами говорит, не, помнишь, мы с тобой договаривались, как ты просился ко мне? Я тебе говорил, что я нищий, у меня ничего нет. Сейчас тебе посоли, потом тебе сабджи, потом тебе халаву. Где это все возьму? Санатна Гасами показывает, он брал, посмотри, у меня ничего нет. Какие богатства? А потом задумался, а ведь мой друг Шива, если сказал, что у меня есть богатство, должно быть какое-то богатство у меня есть. Он смотрел, а, да. Он там, говорит, в куче мусора возле хижины, там этот Чинтамани лежит. Вот этот самый, который исполняет желание. Браман разрыл, достал, действительно, Чинтамани, он обрадовался, поблагодарил Санатна Гасами, пошел домой. Все, экономические проблемы решены. Он доволен, идет, душа поет. А потом начинает думать, он же все-таки, Браман, это очень разумные люди. Он думает, а чего это Санатна Гасами такую ценную вещь в куче мусора держит? Только одна, может быть, причина логическая. У него есть ценность, превосходящая этот Камень Чинтамани. Помните, как это в истории с человеком, который пошел погулять удачно? Так что же может быть более ценно, чем Чинтамани, который утворяет все материальные желания? Он подумал, подумал, значит, у Санатна Гасами есть богатство больше? Реальное богатство? Ведь Шива сказал, он поделится своим богатством. Браман развернулся и пошел снова к Санатне Гасами. О, Гасами, я понял, у тебя есть настоящее богатство. Иначе бы ты не держал Чинтамани в мусоре. Пожалуйста, дай мне это богатство. Тогда Санатна Гасами сказал, иди на берег Емуны, выкинь этот Чинтамани, омойся и приходи. Браман так и поступил. Когда он пришел, Санатна Гасами дал ему святое имя. Чинтамани можно потерять. Чинтамани могут украсть. Чинтамани никогда не исполнит желания. Помните фильм был такой про чародеев? В любви он не помощник. Понимаете? Сердце он счастливым не сделает. А Харинам, Харинам сделает. Поэтому он называется Нама Чинтамани Кришна. Святое имя, Нама, Святое имя, Кришны. Чинтамани, исполняющий все желания. Все. Не только материальные, но и самое главное, сердечные желания. Почему? Абина, Там, Нама, Намина. Не отлично. Святое имя не отлично от своего носителя. Это то же самое. Произнести святое имя означает войти в контакт с самим Кришной. Харинам, Санкир, Танаких. Абина, Танаких. Томореза, это нашу последнюю пуджу. Абина, здесь? Завтра здесь будет последняя встреча. Он спрашивает. Здесь будет последняя встреча. Здесь будет встреча. Здесь, Maharaj. Да? Да. Таково. Вы можете преликовать Гирираджа Пуджу. Окей? Давайте завтра устроим Гирираджа Пуджу. И Гирилад Куја очень осуществляется.